Всем привет, на связи НААП. Я Павел Куксенко, сооснователь и президент ассоциации. Сегодня ввожу новую рубрику «Юрист на час». В рамках данной рубрики мы будем разбирать наиболее частые вопросы, которые возникают у вас в процессе деятельности. Ну, либо вы только интересуетесь этим направлением, сравниваете, прицениваете, что называется, пристреливаетесь. Коллеги, сегодня мы поднимем очень интересную тему, которая очень часто, в свою очередь, звучит от новичков. Люди, которые ищут себя в этом, люди, которые этим интересуются, так или иначе сталкиваются с разными мнениями в интернете относительно наличия НДС на торгах по банкротству. До определенной поры, а в частности до 2014-2015 года, многие арбитражные управляющие трактовали закон так, как им было это удобно, поскольку в законе о банкротстве четко прописанного алгоритма, четко прописанного регламента не было. И многие арбитражные управляющие делали это так, как им выгодно было или так, как они думали. Очень часто, к сожалению, так, как они чувствовали, друзья. И в данном случае я хочу сейчас разобрать этот момент, дабы к этому вопросу наши наабовцы и все те, кто смотрит это видео, более не возвращались. В Налоговом кодексе Российской Федерации, в частности, в статье 146 пункт 2 под пункт 15 черным по белому прописано о том, что при реализации имущества банкротов НДС не взимается. Он здесь не учтен, не учитывается и не будет учитываться никогда. Ну, я надеюсь на это очень. Так вот, коллеги, дабы у вас не было вопросов по этому поводу, ниже мы проведем ссылку на данную статью и на данный пункт, чтобы вы это увидели своими глазами, чтобы это у вас осталось в голове, в памяти. Почему этот вопрос возникает? Некоторые читают в интернете и задают его. Другая часть брокеров, которые с этим вопросом не сталкивались и уже начали практиковать, взаимодействуя со внешним миром, разговаривая с клиентами, с потенциальными инвесторами, достаточно часто слышат этот вопрос. А НДС есть? И причем, вы знаете, некоторые инвесторы задают этот вопрос вполне резонно. Дело в том, что налоговая система Российской Федерации предусматривает уплату налога на добавочную стоимость. Объясню по-русски. Дело в том, что многие наши потенциальные инвесторы, особенно те, кто норовят действовать от юридического лица, оплачивая за даток, оплачивая полную сумму имущества, очень часто пытаются списать свой НДС на какие-то свои нужды, на приобретение какого-то имущества, на приобретение какой-то техники. Ну, так или иначе, у них такая возможность, согласно законодательству, есть. И они через аукционы по банкротству зачастую пытаются этот НДС списать. Так вот, коллеги, у нас НДС отсутствует, поэтому списать его не получится. Отвечать теперь можете смело своим клиентам о том, что НДС на торгах по банкротству, согласно статье 146, отсутствует напрочь. Этот вопрос будет закрыт у вас на корню. С вами был Павел Куксенко. Спасибо, что с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Будет интересно. Пока!